Лидер нации. Под таким названием областной универсальной научной библиотеки имени Сабита Муканова прошел круглый стол, посвященный приближающемуся празднику – Дню Первого Президента. Мероприятие посетили представители старшего и молодого поколений. 14 июня 2010 года первый президент Казахстана объявлен лидером нации Ельбасы. Нурсултан Абишевич Назарбаев – человек, который на историческом этапе нашел в себе силы, мужество и решимость принять на себя ответственность за судьбы казахстанцев и встал у штурвала нового суверенного государства. За долгие годы под его руководством реализовано множество проектов, касающихся как молодого, так и взрослого поколения народа Республики Казахстан. По инициативе главы государства созданы такие, утверждены такие проекты, как Государственная молодежная премия Дарын, также вот сегодня в рамках форума были награждены номинанты по 10 направлениям. Также это проект «Жасл-Ель», который уже 17 лет функционирует, инициативы по предоставлению доступного жилья молодежи, такие образовательные программы и такие проекты, как молодежная практика с дипломом в село. В этом году Казахстан отметит 30-летие независимости. За долгие годы страна достигла больших высот. В своих выступлениях приглашенные участники отметили роль Ельбасы в становлении суверенного государства. Нурсултан Назарбаев – политик глобального масштаба, говорит председатель по военно-патриотическому и нравственному воспитанию молодежи Саулет Ахметова. Какую заботу он проявлял о ветеранах. Я помню моменты, когда приезжал Нурсултан Абешевич Назарбаев в наш город Петропавлов, посетил Североказахстанскую область. И вот на территории историко-краеведческого музея были собраны все представители, особенно пожилые люди. И вы знаете, он оставил огромное-огромное впечатление. Лидер нации, человек эпоха. Это, вы знаете, очень гениальный, очень талантливый, очень авторитетный лидер. К слову, к 30-летию независимости в областной научно-универсальной библиотеке запущен специальный онлайн-проект «Роль книги в летописи независимости». Найти его можно на страницах в социальных сетях библиотеки. Мадина Нуркина, Адиль Нуржанов, Служба новостей.